Рассказка Это я, знаете что, это я думаю, как вам рассказывать, вот, все равно я вот не понимаю, почему, когда одни люди врут, то им верят, а я вот рассказываю и, ай, ладно, вы все равно мне тоже не поверите. Я вот Юрке Сирину рассказывал, он мне не поверил, хотя мы с ним дружим, и я дал ему за просто так две жвачки с вкладышами и монету с этих сельсельских островов с пальмой. А сам он, между прочим, всем в школе рассказывал, что его папа ездил в Париж, а мама в Японию, и привезли ему электронную дендию. Ну, знаете, такую, ну, с ковбойцами с этими, или с этими с гонками. Ну, там кнопочки нажимаешь, там, и вот. И когда все уровни проходят, что там все серии смешариков показывают. Ой, нет, ну, вы поняли, это у нас смешарики, или эти, как их, Маша, Миша с Медведем, не помню. А у них там, этот, чип и чупс, что ли. Ой, я что-то запутался. Я тогда завтра начну рассказывать, ладно? Нет, да Сирин же врет, а ему верят. У него папа плотником работает у нас в школе, а мама этой, Кастинляншей. Ну, вот. А зато, когда я еще маленький был, меня папа с мамой в Лондон возили. Только я не помню. Это они мне сами говорили и очень смеялись. А им, знаете, что смешно было? Они что-то там забыли, как пройти куда-то, а рядом дяденька-милиционер был. То есть, нет, не милиционер этот, как его. Ну, вы поняли, да? Вот. И они у него спросили. А он тогда ко мне наклонился и говорит. Do you speak English? Это, сэр. А папа меня научил. И я как крикнул. Yes, I do. И он улыбнулся тогда и все им объяснил. И мы пошли. А я руку вырвал у папы. Снова к нему подбежал и снова как крикнул. Yes, I do. Вот. И все громко смеялись. Только я не помню. Я же маленький еще был. Да. Ну, я тогда вам с самого начала начну. Ладно? Правда, это давно было. Это прошлой осенью. Я тогда заболел. И мама утром мне горлышко посмотрела и говорит. Владюшечка, ты сегодня еще дома посидишь. Ладно? А я в час приду, покормлю тебя супиком. Только не смотри, пожалуйста, все подряд по телевизору. Хорошо? А то глазки заболят. И ушла. А я телевизора не смотрел вовсе. Потому что скоро Юрка пришел. У нас, оказывается, одного урока не было. И он мне задание принес. И книжку. Он меня брал. А я сам еще прочитать не успел. Он когда ушел, я сразу читать стал. А там в книжке два вкладыша было. И такая резинка стирательная. Ну, знаете, розовая. Только не целая, а так. Кусочек. Вот. Сирин забыл, наверное, в ней. Вот. А потом до самой мамы ничего такого не было. Я просто читал. А потом просто стал рисовать. И слова писать в облаках. Ну, вы знаете, да? Это когда люди говорят, то рядом в облаках слова пишут. Ну, чтобы знать. Вот. Значит, дальше. Дальше мама пришла. И сразу там на кухне греметь стала. Я маму нарисовал. Только мне не понравилось. Мама у меня красивая. Я ее очень люблю. А у меня некрасивая получилась. Я тогда взял эту резинку и стер маму. Слышу, в кухне что-то разбилось. И все. А я тогда подождал немножко, а потом на кухню пошел, а мамы нету. Ну, я все-все обсмотрел, даже под столом, даже на лестницу выходил, хотя мама мне не разрешала же. А дверь-то. А дверь-то снутри закрыта была. Ну, не могла же мама понести мусор и снутри закрыться. Ну, правда же. А я, знаете что? Я вот как-то сразу догадался. И не испугался нисколечки. А пошел. Взял тот листик, ну, где маму стер. И снова ее нарисовал. И слышу в кухне. Вот разява. Ну, надо же. Маленький, подожди еще немножко. Я быстро пол подотру и супика тебе налью. Ой. Я, знаете, как обрадовался. Только я ничего маме не сказал. А пошел к ней на кухню. И говорю. Мамочка, ты знаешь, я тебя так люблю. Не ходи больше сегодня на работу, пожалуйста. А она все равно пошла. Я тогда рисовать стал и стирать. Так интересно, знаете. Я телевизор нарисовал. Ну, его же что там рисовать? И стирать начал. И так здорово. Я так сверху вниз стирал. И он так сверху вниз пропадал. Только не совсем. Я его потом снова нарисовал. Ой, знаете что? Я устал чего-то. Я погулять хочу. Можно я завтра вам дальше расскажу? Ладно? Кс-кс-кс-кс. Мурзик. Ну, Мурзик, не мешай. Ну, пожалуйста. Ну, все, 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 все. Иди, иди, иди. Иди. Я... Знаете что? Я... Про что забыл рассказать? Я же потом еще Мурзика стер. Ну, только не на совсем. Он симпатичный, мама говорит. Не, правда. Он хороший. Только сильно царапается. И тогда я, знаете что? Я написал. Мурзик хороший, ласковый, Но сильно царапается. А потом взял и процарапается. Стер. И так здорово! Ну, иди, иди. Ну, иди ко мне, иди. Я тебя за ушком почешу. Ну, иди. Ой, самое же интересное. Я же потом еще тапочки стер. А потом, знаете, я что-то устал. И книжку решил. Почитать. А про тапочки забыл. Потом я еще немножко просто так Порисовал, поподписывал. И мама пришла. Я тогда резинку в блокнот спрятал. Знаете, у меня такой блокнот есть С кармашками. Вот мы с мамой поужинали. Я играть пошел. А к маме тетя Римочка пришла. Она над нами живет. Только у них с дядей Вовой одна комната. И соседи. И дядя Римочка у себя не курит. А у нас курит. И они с мамой очень долго на кухне разговаривают. Потому что они подружки. А дядя Вова зато моряк. Он мне жвачек знаете сколько привозил? И он все время в этой... Ну, в этом... Ну, как его... Ну, вы поняли, в общем. А я сначала просто так играл. Потом опять стирать начал. Я сначала стирал... Ну, разное том. Ну, только маленькое, чтобы мама не сердилась. Только вы не думайте. Я стирал, а потом снова рисовал. А потом... Знаете что? Только вы никому не расскажете. Не, правда? Я это... Я тетю Римочку стер. Ну, не ее саму. А знаете что? Я написал. Тетя Римочка курит. И прокурит... Стерт. Ой! Смехатура! Она, значит, маме говорит на кухне. Мне Вова потрясающие сигареты привез. Я их до сегодня еще не пробовала. Ну, и что-то они там. Там пошептались, пошуршали чем-то. Фирма, говорят, фирма. Потом она вдруг как закашляется. Ой, говорит, какое говно. Ну, вот честное слово. Не, ну, а что? Мы в школе с мальчишками тоже так говорим. Только вы не говорите никому, ладно? А мама что-то ей там строго так зашептала. Только я не расслышал. Ну, ладно. Я погулять хочу. Только вы не обижайтесь. Я завтра вам, правда, дальше расскажу. Ладно? Нет. Сегодня расскажу. Только вот мне нужно... Ну, вы понимаете, куда? Я сейчас. Вы ждете? Сейчас я пирожок возьму, ладно? Что-то мне не хочется рассказывать. Ладно, я не буду. Не, ладно, буду. Ну, вы подождите немножко. Я сейчас за пирожком. А, сейчас я попью. Ага, попил. Вы знаете, мне что-то немножко стыдно. Ну, про то, что я вам рассказывал. Ну, про то, что тетя Римочка там маме говорила. Вы это не рассказывайте никому, ладно? Ну? Правда, не надо. Хорошо. Значит, когда тетя Римочка ушла, мы с мамой уроки делали. А потом до самого вечера ничего не было. А вечером, так здорово, папа приехал. Он, оказывается, быстро там в своей командировке все раздраконил и приехал. Только он нам ничего не сообщал. Это такой подарок. А теперь у него целых пять дней эти, ну, прогулы. И у мамы, оказывается, прогулы есть. А у меня суббота, воскресенье. А потом каникулы. И мы все вместе можем к бабушке на самолете поехать. Он, оказывается, уже билеты купил. И телеграмму дяде Славе отправил, чтобы он встречал нас. Ну, телеграмма. Это когда мобильник там потеряешь. Или, например, когда у бабушки в деревне МТС не берет. Вот. Телеграмма это, чтобы знать. Ну, там всякое. Ой! Мы так зыкано собирались. Прям как в кино. Я блокнот сразу в карман положил. И все время проверял. И все на месте было. А мы на вокзал приехали, когда уже совсем темно было. Даже уже немножко светло стало. А как мы на самолете ехали, я не помню. Потому что я спал. Мы, когда из самолета выходили, я сразу дядю Славу увидел. Он за забором рукой махал. И зря мама все время папе говорила, что он не успеет телеграмму получить. Он успел, получил. И ждал нас на своей девятке. У дяди Славы машина, знаете, такая девятка. Только уже очень старая. И мы с мамой сразу в девятку сели. А папа с дядей Славой еще немножко курили на улице и громко говорили. Я, когда в машину сел, сразу блокнот достал и резинку проверил. И ничего не потерялось. Только я не рисовал ничего, а мечтал. И знаете, я чего намечтал? Вот бы здорово было нарисовать машину, а потом стереть ее. И мы бы с мамой на земле бы сидели. Правда смешно? Ну, только я потом подумал, что маме не смешно будет и не стал ничего рисовать. А дядя Слава потом рукой махнул и говорит, ладно, что там, звери, что ли? Прорвемся. И мы поехали. Мы так здорово ехали, как в самолете, наверное, потому что дядя Слава все время нас смешил и говорил, внимание, уважаемые пассажиры, идем на взлет. Я смеялся и в окно все время смотрел. А мама не смеялась почему-то и меня прижимала к себе. Мы уже совсем близко к бабушкиной деревне подъехали. А там, знаете, мост через речку. Только там около него много разных машин было и даже автобусы. И людей тоже много стояло. И на другой стороне тоже. Камни еще какие-то здоровые лежали. Знаете, такие камни с железными крючками. И по мосту никто не ехал. Дядя Слава тут тихо-тихо поехал и рукой какому-то дядечке помахал. И тот тоже кивнул. Вот, я сейчас попью, ладно? Так, ну, попил. Мы когда на мост заехали, я блокнот достал и резинку проверил. И тут, знаете, откуда-то дядечка такой бородатый как выскочил и поперек нам побежал. А потом как выстрелит из чего-то. И сзади нас кто-то тоже как выстрелил. Мама как закричала. Ой, она так сильно кричала и мне голову вниз прятала. А мне не страшно было. Я в окошко смотреть хотел. И мы тогда не прямо поехали, а так, знаете, где перила. И вниз упали. Ну, не совсем упали. Ну, не в воду. А так, знаете, просто по горке перевернулись. И мы с мамой через дверцу на землю выпали. И я вот, знаете, ни чуточки не испугался. Честно? Честно? Сверху на мосте там так громко кричали, еще даже стреляли. А мама так, знаете, лежит на спине и тяжело-тяжело дышит. И, знаете, мне тогда вдруг так захотелось написать земля, а потом стереть. Я даже карандаш достал и даже писать начал. Потом немножко испугался. Потом сильно-сильно испугался, взял резинку и выбросил куда-то. Наверное, в воду. Потом какие-то дядечки к нам подбежали, стали нам помогать. И все хорошо кончилось. Только папа ногу сломал и там еще порезался. И мама только ушиблась. Знаете, у нее ночью теперь все время спина болит. Ну, ей дядя Вова привезет на пароходе самое зыканское лекарство. Тетя Римочка обещала. А дядя Слава он даже не порезался, только брюки порвал. И сразу к нам побежал и папу из машины вытаскивал. А теперь мне никто не верит. Потому что Мурзик же не умеет говорить. Мама говорит, что тапочки я нарочно спрятал, чтобы босиком ходить. Я правда люблю босиком ходить, и не холодно нисколько. А тетя Римочка говорит, что она курить бросила, потому что дядя Вова ей специальное лекарство привез. И маме показывала. Только маме же зачем? Мама же не курит. А резинку я же в воду выбросил. Ее теперь только водолаз может достать. Ну, или там на удочку. Мне вот только немножко жалко, что я знаете чего. Но только я это уже потом намечтал. Вот было бы здорово написать, ну, там война, ну, там горе, ну, вот такое вот, знаете, вот всякое такое, и потом стереть. А я усеренно два раза спрашивал. А он говорит, не знаю, говорит, откуда, не знаю. Ничего я в твоей книжке не забывал. Кс-кс-кс, Мурзик, Мурзик, ну, иди, иди ко мне. Иди, я тебя за ушком почешу. Ой, все, мама пришла. ,